Ко мне приходят многие клиенты с просьбой помочь найти призвание. И они ожидают, что это призвание придет в виде такого примерно сертификата, в котором будет написано «Иванова Маша, твое призвание, телеведущая на радиостанции. Иди этой дорогой, и тебе будет гарантирован успех, тебе будет много-много денег, на которые ты сможешь путешествовать и ни о чем беспокоиться». То есть многие хотят гарантий, многие хотят очень сильного внутреннего инсайта, что это именно вот этот путь и никакой другой. И пока они эти гарантии не получат, они и двигаются по этому пути. Но правда жизни такова, реальность такова, что в поисках своего призвания, в поисках своей миссии нам нужно самим залезть в свой внутренний мир настолько глубоко, пройти, столкнуться там с разными, не то что даже тараканами, а гусеницами, разными неизвестными насекомыми, которыми мы до этого не виделись. Потому что ища внутри, исследуя свое призвание, мы неизбежно сталкиваемся с разными ситуациями, с которыми мы даже и не думали, что столкнемся. То есть это как будто бы мы залазим в кувшин, огромный, длинный, глубокий кувшин, наполненный разными-разными насекомыми. Мы пролазим туда глубоко в себе в душу, и где-то там, не сразу, достаем бриллиант. Бриллиант свой, бриллиант – это наши наклонности, способности, таланты. Это наша энергия, потому что все мы проводники, и все пришли в этот мир, чтобы проводить какую-то энергию. И вот эта энергия, вот этот бриллиант, он заложен в каждом из нас, но где-то глубоко, не на поверхности. И чтобы найти его, нужно пройти такой приличный путь, исследование себя. И мало того, чтобы пройти этот путь исследования себя, но потом, когда наконец-таки ты осознаешь, понимаешь, что это за энергия, которую ты хочешь проводить, что ты хочешь нести людям, ты словно с этим бриллиантом, который светит, который дает безумное наполнение, конечно же, безусловно, но с этим бриллиантом дальше начинается самое интересное, потому что нужна смелость, чтобы это призвание дальше нести, дальше преодолевать все трудности, потому что огромная иллюзия, огромная иллюзия, что, получив призвание, все сомнения и страхи растворяются, уверенность возрастает на тысячу процентов, и все, погнали. Это огромная иллюзия, потому что, узнавая свое призвание, ну, доставая этот бриллиант из себя и идя вперед, сомнения и страхи не исчезают. Ты все равно, как на американских горках, падаешь и встаешь, падаешь и постаешь, падаешь и встаешь и на протяжении вот этого пути реализации своего призвания будет очень много плохих дождливых дней когда будет казаться что все бесполезно ничего не получается но потому что это призвание дает очень глубокий смысл очень глубокое какое-то наполнение удовлетворение тоже не сможешь его бросить от бриллианта ты как дурак будешь дальше его продолжать нести падать и вставать продолжать нести так что друзья подводя итог вышесказанному вы не сожалению не сможете найти призвание если будете ждать сертификата то есть гарантий чтобы вам кто-то пришел и гарантированно сказал что это твое призвание вы не сможете найти свое признание если не готовы исследовать себя если не готовы смотреть на своих разных насекомых тараканов и идти вглубь себя чтобы достать вот эти вот уникальные способности и таланты уникальные способности наклонности вы не сможете найти призвание если вы сидите в своей комфортной зоне и не готова рисковать для этого потому что чтобы найти свое призвание нужно очень много смелости и риска выходить из зоны комфорта и пробовать пробовать ну например там за финансисту вдруг начать пробовать рисовать может быть у нее наклонность способности и таланты рисовать, но она никогда этим не пользовалась, потому что кто-то ей сказал, что она отвратительно рисует когда-то, например. То есть это нужен риск, чтобы пока это, например, финансист не начнет пробовать, не начнут идти этой дорогой, ничего не произойдет. Потому что чтобы действительно найти свое призвание, еще почти, наверное, 50% успеха – это терпение. Потому что мало достать свой талант, мало достать вот этот бриллиант на поверхности, мало знать, в чем мои наклонности таланты, но нужно очень терпеливо гравировать его на протяжении многих-многих лет, чтобы наклонности и способности превратились в талант через 3-4-5 лет, а талант уже превратился в гения через 10 лет. Чтобы нужно очень-очень много практики, чтобы действительно вот этот вот бриллиант засверкал всеми гранями так, как вы действительно, на что вы действительно способны. То есть это такой, знаете, путь героя. Я называю этот путь героя, который идет, ну, любого возьмете героя в мифологии, геркулеса, не знаю, алхимика, да, Павла Коэле, который идет, много раз разочаровывается, много раз падает, много раз ошибается, но тем не менее он идет и продолжает искать, и в конце концов он находит то, что ищет. Вот, поэтому и призвание. И один вопрос, который, возможно, поможет вам немножко развернуться к себе и понять свои особенности, свою уникальность. Один вопрос, что вы не можете не делать в этой жизни? Подумайте, пожалуйста. И спасибо вам, что досмотрели до конца. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok